америка великая страна мечта когда бы совсем недавно всех кто бы хотел там рыть и во что она сейчас превратилась криза 2008 года а потом до 1011 сейчас мы покажем с чем столкнулась америка с какими проблемами дошли мы самые отдаленные части этого великого нет это государство аляски что же там происходит после в 2008 кризиса затем 2011 под прекратились поставки на продовольствие и инфраструктура рухнула полностью всей аляски и люди начали массово вымирать первым вымерли конечно же это старые американские негра называемые там афроамериканцами затем поголовно вымерло все мужеское и детское население и все что там осталось это женщина которая приспособились есть и корову чтобы доехать туда надо ебать на дизельном электропоезда потому что электричества там уже нету и так наша съемочная группа добирал туда около 12 недель и вот мы видим этих последних выживших отрезанных от мира от их государства америке которая предала их они питаются деревьями король с деревьев но все деревья они уже съели и начинают уже есть дома и дальше мы увидим как они это делают живут в банвоках не оттапливаемых без света без воды вся инфраструктура уже по полностью была уничтожена еще при живых недрах так сказать посмотрите на эту роклет найти коттеджи американские найти хваленые это американская мечта это было американской мечтой вспомните вот эти призывы ехать на аляску там а каком поднятии теперь можно говорить о аляске просто никто не представляет веками пытались поднять аляску и вот к чему пришли все что осталось в этой стране в этой в этом штате да это бабушки которые едят коров никто не смог приспособиться все просто умерли и какие больницы ничего вот вам хваленая медицина вот такая сша заботе со своих граждан бросит целый регион страны я понимаю что дик кризис я понимаю что и вашингтоне в нью-йорке сейчас происходит дешевле тура самое то по крайней мере там еще и если какое-то другое население которое не ест кору там шива никого не дошли того чтобы из кору а тут кору все съели начинают есть свои собственные дома свой парламент первым пал парламент и и другие дома растаскал часть идет на отопление а части на еду всю всю одежду они тоже сами съели и нарядились мешковину к поведям хваленая где это хваленые пухулики коламбия пума вот она америка нынешняя америка то аляска которого они у нас украли и во что они ее превратили и все это следствие преступных действий буша и младшего и обамы вот он говорил вам коммунизм вам бесплатно метабслуживание и вот к чему коммунизм обамы так называемый привел эта женщина говорит что очень хуёво стало особенно с приходом адама я обама то есть я максимум что в больнице теперь делаю это просто в жопу гаду градусники сам составляют и и все то есть медицинское обслуживание когда он стал бесплатным практически она просто пиздец что он ступила наступил у них практически коммунизм но они у него не на вы не унывают потому что еще много осталось домов брошенных и другие не вымышлены людьми этой так сказать территории этого городка небольшого потому что все остальное на аляске уже вымерло и и это эти как бы деревья можно использовать для еды и для тепла посмотрите на эти ужасные погоды условия в них не мог бы выжить ни один человек но американцы до начала кризиса справлялись с этим то как только перестали все все бога вот какая была америка вот и что с ней стало посмотрите как же вот эти люди как и эта медика это американская мечта теперь мы видим что вся американская мечта это была одним кошмаром это парламент старый мы видим как люди растаскивают а эти бабушки даже не растаскивают а прямо едят эту кору едят эти деревья прямо тут приходят и едят вот в каких условиях живет компьютер они Они все выбросили из сотовой телефона, тоже они съели, что могли, да? Как мы говорим, там у них многое уже поставлялось, уже зеленые так называемые ароматы. Они все в себе переработали. Этвир принесли, едят даже пол, едят, грудут проводку, как крысы. Вот, вот это Америка. Вот. Очень печально, это конец американского существования. И в следующих репортажах мы вам покажем далее, что, так сказать, происходит. Со всей загнивающей этой буржуазной демократии. К чему это приводит? Надо было раньше идти к коммунизму, а не только при Обаме. Это доминито американский магазин «Щопа» – примет зависти всех жителей планеты. Как хорошо там жилось, действительно. И во что они превратились, эти маркеты «Щопа» сейчас. Все, что осталось, это в некоторых стратегические запасы военные. Рыба и прочие утверли, которые достали прямо из-за кромов. В панике, в ужасе продавцы даже вешают флаг Ленина, чтобы хоть на что-то была надежда. Смотрите. Это доставлено из Пентабона. Вот это последнее продовольство. Когда они закончатся, все жители просто умрут так же, как они вымерли на английском. Это типичный американский магазин в штате, так сказать, Нью-Йорк. Так выглядят все магазины сейчас в Америке. Это Сан-Франциско. Великий супермаркет, мол, так называемый. На нем уже ничего не осталось. Все разобрали. И поставщики продавок продуктов сами вымерли. Дошло до того, что продают отравленную радиоактивную речку людям с нитратами, динамодифицированную полностью, что людям рут. Но никто не знает этого. Все берут с радостью, потому что надпись об этом написана на русском. Подлые американские буржуи готовы за 5 долларов ешных задушить собственный народ, который и так на грани вынырает. А это видео со склада продуктов Макдональдс. Даже Макдональдс, когда великая фирма полностью на грани вымирания, и вынуждена закупать вот такие вот продукты. Те самые любимые салатами теперь сделаются из вот этих помидоров. Посмотрите внимательно, какие качественные на пищепоставщики у компании Макдональдс. Но американцы готовы есть и это. Считают за благо, поскольку уже помидоров в свободной продаже купить нельзя. И приходится есть вот это. Как низко пал гордо некогда американский народ и готовы жрать вот такое. Примите мое соболезнование, товарищи американцы. Естте Макдональдс и надейтесь на высшие времена. Макдональдс. Чтобы вы не бить голословно, прошу, посмотрите вот это. В некоторых штатах магазины опустили полностью. Остались только топоры, да и то и не во всех. Граждане, американский народ скупает, и это с радостью. И знаю, сказать легче, то ли прорубить в Буша-младшего, Собама заодно и весь парламент, то ли самому себе вскрыть вены этими топорами. Правда, топоры, они без деревцов, А продаются только вот эти рубящие элементы. Но все равно находчивый американский народ И сделает из этого хорошие топоры, И заточит как надо. И не волнуйся, что они тупые, Из набора сделай сам. Но все радуют этим. Вот что-то выбросили, говорят радостные американские жители. По всех таких магазинах, где не появляются. На морозе готовы скупать за тысячи долларов эти топоры. И хватка товаров первой необходимости подстегнула спекулянтов. Спекулянты наводнили все. Некотянская мафия, мексиканская, итальянская. Все нашли скупать дефицитные товары и продавать их десятки, А то и тысячи раз. Доходит до того, что запачкал сигарет, Требует по 10 тысяч долларов с черного рынка. И люди просто не знают, что делать. Они начали бросать курить в Америке. Но Обама радуется, нам удалось победить проблемы здоровья общества. Вот этот набор попачек стоит около полумиллиона долларов на черном рынке сейчас. Итак, простой американский пригородный вокзал. Вечно полный людьми, но и тут и живет жизнь. В простом американском туалете посерился человек. Обычно американский пенсионер, которому урезали пенсию после урезания налогов, Так сказать, за я выплату дефицита бюджета. Ему повезло, в отличие от других его собратьев, ветеранов войны и прочих, Теперь у него есть жилье. Даже вы и кота есть время покормить, идите, ибо сможет. Он радуется. Но это ненадолго. Скоро придут полицаи и вывезут его куда-нибудь подальше. Возможно, на Алясту бабушкам, короняткам, где они его и самого еще и съедят. Тяжело живется американским пенсионерам на черном рынке. Сейчас вы увидите людей, которые отдали жизнь этой стране. Ветераны Вьетнама, ветераны Ирака, Афганистана, Второй мировой войны, Которые отдавали жизнь и кровь свою, и конечности, в борьбе за эту страну. И что же они получили сейчас, когда им урезали и без того маленькие пособия? Они на грани вымеральные. У них отнимают дома, все. У них нет ног. У них нет ничего ног. Нет денег на протезы, даже на чай. Они рады с этой победе 45-го года. Как победила их Америка. Но это уже не та Америка. Это страна, которая предала их. Вот в таких условиях живут типичные американские безераны, которые всех отправили в дом престарелых. Просто вот так. А те, кто живут в своих домах, и подвигаются еще большим условием ужасным. Смотрите, этот человек говорит, я рядовой Райн. Это я тот рядовой Райн, про которого сняли фильм с Пилборгой. И в Катюхе-Флорде сейчас и оказался. То, что нам показывали в фильме, это все неправда, так мы там живем. То есть это было правда до тех пор, пока прошел. Почему в Буш-Маши, Обама, началась эта кризис, 2011 года, когда урызли все расходы на пенсионеров, ветеранов, все пошли на военную эту компанию. А про нас, ветеранов второй норовой войны, забыли. Вот так. И в таких условиях мы все живем. Но в таких условиях живут и ветераны, и Афганистана, и Арака сейчас. Поворот нет ног и рук, и ничего. И страна их предала, предала, предала. Да дала им пачку этих баксов в рот и отправила на смерть. А бакс уже обеспечены, инфляция, все. Все, теперь мы ни с чем. Мы люди, у которых нет ничего. Все обеднели. Бедные и бедни. Это просто ужасно. Во что превратилось в американское общество? Во что превратилось все самосознание? Во что ни у кого не осталось надежды? Эта страна умерла уже и катится прямо в ад. Это закат американской империи. Это конец. Это мы видим в глазах каждого американского гражданина. Помогите, помогите нам. Они просят коммунитарной помощи у России. Но им не особо могут помочь прусские. И, наконец, мы покажем особо мчальным в то, что превратились в валютные проститутки американские. В каких-то существа, разжаревших просто от голода. Они, аж пукнуты от голода, полностью превратились в уродливые создания. Вот это те самые знаменитые американские валютные проститутки. Они превратились в обычных рублевых шил. И это происходит со всей Америки. Деградация на каждом углу этой страны театр происходит. И так как это был первый наш выпуск о правде Америки, подписывайтесь на каналы наши обдувоверования. И будем продолжать рассказывать правду о несчастной судьбе этого народа мадострадального. Продолжение следует...